Нет. Поэтому я и не покупаю, и не готовлю это блюдо. Саша, вопрос, который интересует всех наших телезрительниц. Как ты решил стать актёром, артистом? Я отчётливо помню, и все мои родные тоже, когда на празднование моего пятилетия, тоже сознательный возраст, как на вопрос, ну естественно, как все взрослые, страшно, кем ты хочешь быть, кем ты хочешь стать. Сашенька, кем ты хочешь стать? Да, я вместо того, чтобы назвать разведчика, космонавта, я сказал четыре профессии, совершенно чётко. Я сказал, я хочу быть танцором. Раз. Актёром. Два. Певцом. Три. И телеведущим. Четыре. Да. Всё получилось? Ты знаешь, в той или иной степени, да, я успел попробовать всё. Моя первая профессия – артист балета. Так. Я дальше пел и до сих пор пою в группе «Эксмиссия». Ага. Я снимался в некоторых сериалах, поэтому можно считать, что я уже актёр. Хоть не учился, конечно, профессионально актёры. Так. И я работаю ведущим многих программ, поэтому все четыре. Три профессии, которые я предопределил в пять лет, я успел к тридцати попробовать. Давай. Давай. Так, с яблоки и мясо краба у нас отправляется в большую салатную миску. Саш, чем занимаемся дальше? Ну что же, у тебя отлично получилось управиться с тёркой, поэтому я тебе предлагаю продолжить натирать теперь яйца. Яйца натираем так, а ты? А я возьму за салат. Я думаю, что сейчас в закуску салат «Яблочный краб» добавит немного яйцев. Они наполнят сытностью данный салат и будут привлекательные в блюде. Я же считаю, что яйца сюда вообще никаким образом не подойдут, потому что они добавят тяжести и реально будет перенасыщение ингредиентами. Салат мы используем не весь, а только его сердцевинки, наиболее сочную часть. Ага. Поэтому мы так аккуратненько отделяем, а потом будем их мелко шинковать. Получается так, что ты в пять лет решил, серьёзно и конкретно, и пошёл по этой тропиночке. По большому счёту, другого выбора не было. Почему? Потому что моя мама артистка балета, а отец композитор. Поэтому я начал учиться, учиться на певца. Так. Учился в музыкальной школе, играл на фортепьяно, пел в хоре, потом пел в джазовой студии. Параллельно занимался в спортивной гимнастике немного. Меня там разорвали на все шпагаты, но, слава богу, рост остановить я себе не успел. А после уже была проба, проба в Московском хореографическом училище. Я так понимаю, что ты успел перепробовать очень много всего. То есть, в принципе, у тебя широкий профиль очень. Более чем. Ну, в конце концов, так или иначе, я остановился на школе-студии при государственном ансамбле Академического танца Александра Моисеева. Великий был человек. Который я успешно закончил, как лучший выпускник. И продолжил работать сразу же в ансамбле Моисеева. Танцором уже. Да. Мне повезло. Я буквально через полгода стал ведущим солистом. Ой, вот такая вот насыщенная жизнь была у Александра и продолжается. И такая насыщенная работа сегодня у нас здесь за столом. Итак, мы разобрались с салатом и с яйцами. Да. Так, чтобы ничего у нас не пропало. Итак, добавляем в эту же тарелку что? Консервированную кукурузу. Сладкую кукурузу. Отлично. И мы, конечно, добавим майонезу прямо сейчас. Главное, чтобы это ровно все перемешалось. Александр пойдет, скажем, в плане заправки по пути майонеза, но может и свернуть на дорожку оливкового масла. Все возможно. Ну как, по твоему мнению, майонеза достаточно? Надо попробовать. Гриш, в тот случай, когда надо попробовать, может быть, нужно будет еще добавить. Пробуй. Признаюсь, мне нравится. Ну что ж, теперь мы можем заявить о готовности нашего первого блюда. И сейчас попросим Александра еще раз объявить название. Вещайте, Александр. Итак, Григорий, это салат, яблочный крам. Ура! Закуска готова. Максимум внимания и времени, и мы сейчас к нему переходим. Это десерт. Так, как называется? Безе с фейхоа. Безе, чтобы сделать. Ну, надо постараться. А фейхоа, ну, это очень экзотический фрукт. И я думаю, Владимир опять нам задаст вопрос, а что это? Десерт. Безе с фейхоа. О, я такого никогда не слышал слова. Я первый раз слышу это название, не знаю по вкусу, не по образу, по виду. Фейхоа, я безумно люблю его. И каждый раз, когда начинается сезон этого фрукта, мой муж постоянно ищет по всему городу для меня фейхоа, покупает его килограммами. Какие продукты нам будут необходимы? В первую очередь, для Безе нам необходимы яичные белки. И мы их сейчас будем выделять из этих куриных яиц. И сахар. Так, хорошо. А вот фейхоа? Фейхоа мы и мы украсим. Для украшения? Да. Отлично. Приступаем? Давай. В первую очередь, нам нужны яйца сырые. Сырые. Замечу, сырые. И их обязательно нужно помыть. Хорошо. Да. Так. Так, мы разбиваем яйцо и аккуратненько выделяем оттуда белок. Ага, хорошо. Разбиваем яйцо, так вот открываем и аккуратненько выделяем оттуда белок, но чтобы желток не упал. Угу. То есть аккуратно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот желток не должен был упасть. Первый и последний раз, когда я делал Безе, это было, когда мне было 8 лет, на день рождения с мамой. Ну, рецепт ты помнишь. Ну, 23 года назад это было, я надеюсь, что я его не забыл. Так, сейчас. И подожди, так что, оно же испорчено. Нет, оно не испорчено. Оно не испорчено. Ты его выловишь? Конечно. Ты рыбак. Ну, так с 5 лет. Просто мастер. Супер. Безе, как я понимаю, это смешивание масла, сахара, пудры, и все вместе. И оно потом застывает. Получается прекрасное печенье или пирожное. А если это сам сделается, что-то будет здорово. Так, есть. Итак, есть. У нас 4 желтка и 4 белка у нас присутствуют. Так, что делаем дальше? Дальше все очень просто. Мы переливаем белок в емкость, где мы будем это взмешивать. И засыпаем один стакан сахарного масла. Уже отмерил. Да. И что, я так понимаю, что дальше мы делаем... И начинаем, да, миксером активно это взбивать. Безе Александр будет изготовлять классическим способом взбивания белков яиц с сахарной пудрой. Но, может быть, он туда добавит что-то свое, оригинальное. Вряд ли Александр добавит фейхуа непосредственно в безе, потому что она достаточно плотная по своей консистенции. И если его добавить в взбитые белки с сахаром, то просто оно не поднимется безе в духовке. Так-с. Ну, как ты считаешь? Нормально? Мне кажется, отлично. Ну, смотри, можно перевернуть. Ага. И ничего не висло. Так-с, хорошо. Что делаем дальше? Так, у нас есть противень. Я покрыл его обыкновенной бумагой и промазал подсолнечным маслом. Как будешь выкладывать? Ну, есть несколько вариантов. Есть специальный кулинарный такой тюбик. Да. Но это делает все безе практически одинаковыми. В нашем случае мы будем выкладывать ложкой, и это придаст нашему безе эксклюзивность. Авторская работа. Я хочу, чтобы мои гости понимали, что это именно я их сделал. При помощи обычной столовой ложки Александр аккуратно выкладывает на противень воздушную белковую массу. Сейчас практически готовое уже безе мы положим в духовку. Так, на сколько по времени температура? Температура, предварительно духовку нужно заказать до 100 градусов, и эту температуру мы будем держать все время. И приблизительно на час. Аккуратно. Вот сюда вот, да? Да-да-да, очень аккуратно. Пока у нас будет выпекаться безе, мы можем чем-то заниматься? Мы должны чем-то заниматься. Это будет приготовление основного блюда. Как называется? Сырная индейка с рисом. Курицу мы уже пробовали, а индейку нет. Я думаю, что Саша приготовит очень вкусную пищу. Я очень люблю мясо индейки. Оно очень полезное, диетическое и вкусное. Мне это очень нравится, и это очень вкусно. И даже это лучше, чем мясо. Первый раз за все ужины я поем основное блюдо. К тому же она еще и с сыром, и с рисом. Так что ура. Саш, какие нам нужны будут продукты? В первую очередь, конечно, это филе индейки, сыр, соевый соус, подсолнечное масло, морская соль, салат, помидоры черри и смесь риса с диким. Это на гарнит. Да, я его заранее уже отварил. Уже готов. Хорошо, приступаем. Давай, давай начнем. Итак, мы берем филе, кусок филе индейки, и сделаем в середине кармашек. Этот кармашек нам будет необходим для того, чтобы положить туда кусочек сыра. Всем известно, что мясо индейки очень полезно. Оно богато витаминами группы В, которые улучшают обмен веществ и предотвращают анемию. Но не только ими. Оказывается, средняя порция индейки содержит 60% суточной нормы витаминов. Все вот эти кармашки, они уже нафаршированы, и хочется спросить, как же он будет удерживать там сыр. Вот именно для этого у нас здесь на столе есть зубочистки. Мы протыкаем эту индейку насквозь, через две стороны этого кармашка, таким крестиком, и будем жарить вместе с этими зубочистками. Зубочистки будут держать сыр внутри. А потом, когда мы прожарим, мы эти зубочистки, естественно, вынем. У нас остался соевый соус, масло, соль, ну а все остальное для украшения. Что делаем? Итак, сейчас мы берем масло, соль, собственно говоря, индейка с сыром, и пора уже жарить. К плите. Да, давай. Мы отправляемся к плите. Индейка, которую приготовит Саша, она будет приготовлена в духовке, она будет запеченная. Я думаю, Саша эту сырную индейку с рисом приготовит на гриле, и это будет здорово и очень вкусно. Итак, мы с Александром у плиты, и сейчас начинается священная действо. Наливаем масло, нужно посолить нашу индейку, вот, не очень сильно, может быть, кто-то не любит соленое, можно всегда досолить впоследствии. Тогда чуть растираем эту соль и кладем первую партию. Я люблю мясо индейки, и оно такое же, как у курицы, а вообще я непровередлив, и ем все подряд. Скажи мне, пожалуйста, у тебя часто получается готовить дома? Ну, я признаюсь, очень редко. Редко? Очень. Но все равно готовишь? Яичницу, да, яичницу могу приготовить, это я действительно делаю часто. Яйца сварить тоже могу, открыть пачку творога. Саша, после твоего участия в нашем кулинарном шоу будешь готовить или нет? Если результат понравится моим гостям, то однозначно буду. Ну, а если тебе самому? Ну, мне кажется, я все-таки больше стараюсь для них, чем для себя. Так, ну что, скажи мне, готовы уже все наши вот эти вот индейшные карманы? Мне кажется, да. Готовы. Мне кажется, они выглядят невероятно аппетитно, и пора уже сервировать наше блюдо. Давай, давай. Помоги. Я тебе помогу. Тарелку Александр украшает листьями салата, на которые любовно выкладывают свою сырную индейку. Главное, не забыть вынуть из нее зубочистки. В качестве приятного дополнения на тарелку ложатся половинки черри, а в качестве гарнира смесь риса с диким. Немножечко доливаю соуса. Вот так вот. Остальные гости добавят по вкусу. И это все? Да. О-о-о. Я так понимаю, что вот так в идеале будет выглядеть твое основное блюдо. Да. Саш, прошу на бис название. Сырная индейка с рисом. Да. Слюнки текут, приходится держать себя в руках, но констатирую, что основное блюдо готово. Итак, наше долгожданное бизе. Оно готово? Мне кажется, что оно готово. Так, что мы с ним будем делать? Сейчас мы сделаем индивидуальные порции каждому гостю. Покажем, как будет выглядеть блюдо. Да, нужно аккуратно снять бизе с прудни. Ага, так, есть. Тут аккуратность в работе. Бизе у нас очень сладкое, здесь много сахара. Так, поэтому... У нас есть для этого фейхоа. Да. Ага. Дабы добавить чуть-чуть кислинки, мы положим фейхоа. Каким манером будем его? Мы положим его... Я вот сейчас думаю, либо так... А ты не думал, можно порезать тонкими ломтиками и таким веером разложить, и в принципе... Слушай, я не думал, если ты покажешь, как это, я сделаю. Я нарезаю плоды фейхоа тонкими пластинками, а Саша веерами выкладывает их на тарелку. Слушай, ну, по-моему, просто потрясающе. Я могу тебе только молча поаплодировать. Если во время подачи десерта будут звучать аплодисменты моих гостей, знай, что как минимум наполовину они твои. Саша, скажи мне, готово ли наше десертное блюдо? Сейчас я более уверенно говорю, да, готово. Тогда будь добр, в финале должно прозвучать красивое название этого блюда. Десерт без эсфейхоа. Дамы и господа, уважаемые телезрители, мы желаем вам приятного аппетита, потому как десерт готов. Здравствуйте, я вам уже принес нашу закуску. Так, вот он, салат «Яблочный краб». Прошу. Обалдеть. Мне понравилось, как выглядела закуска, потому что крабовый салат – это мой самый любимый салат. Закуска сегодня, ну, была подана без изюминки. То есть я, честно говоря, ожидал большего. Мне закуска очень нравится, сочетание продуктов великолепно и очень нежный, вкусный салат. Все, что там есть, все это мои любимые. И очень хорошо с вином. Он и очень рад, что нам понравилось. Я очень люблю этот краб. Но введение «Яблочка» в данный салат, в принципе, не решает концептуально вопросы новизны блюда. Самый главный эксперт у нас все сказал. И самое главное – сочетание данному салату. За многие ужины моя тарелка на закуске пуста, потому что крабовый салат – мой самый любимый салат, который я люблю есть абсолютно на все праздники, начиная от дня рождения и заканчивая Новым годом. Крабовый салат был очень вкусный. Яблоко добавило пикантности. И, в принципе, у него не было каких-либо других привкусов. Салаты, как очень часто бывает, все компоненты были грамотно подобраны и ничего лишнего. Саша, как участники оценят сырную индейку? Дорогие друзья, ну что же, вот основное блюдо. Прошу, Владимир и Лиле. С подачей основного блюда Александр не прогадал. И замечательное включение помидорчиков черри в оформлении данного блюда я отметил. Но мне хотелось, чтобы чуть-чуть майонеза намазано было, чтобы как бы запеканочка была. Мне нравится, очень вкусно. Замечательно. И сочетание продуктов хорошее. Прекрасно соком запивать. Это такой альянс. Но между нами, говоря, немножко все-таки мясо было жесткое для меня. И хотелось бы что-то вот, какой-то соус такой, чтобы вот что-то обмягчить, размягчить. Индейка замечательная. Рис на гарнир вот именно сварен так, как положено. Фаршировка сыром и в сочетании с белым вином рождает очень-очень неплохой мезальянс. Мясо индейки у меня, по крайней мере, было сочное. Сыр однозначно к нему подходил, как начинка. И мне понравилось. Птицу я ем. Вот, ты угадал. Поэтому сегодня я не осталась голодной на основное блюдо. Вот, рис, на самом деле, очень грамотный карнир, потому что он никогда не перенасыщает блюдо. На вкус основное блюдо было вкусным, только немного суховатым. Но на самом деле готовить индейку – это очень сложно, потому что это очень капризная птица. Когда пек? Да. Пахнет, чудесно. Внешний вид десерта был неплох. Хотя, честно говоря, я ожидал, что безе будет попышнее. Честно, я хочу сказать, сладкое я вообще никогда не люблю и почти не ем. Но я все-таки две штучки съела с удовольствием, вот с этим замечательным фруктом. Фейхуа. Фейхуа, да. И сочетание мне понравилось. Фейхуа мне показала жестким эти листья. Я еле их прожевала. Я не знаю, что это за продукт, конечно, я его… Но мне казалось, нужно было бы все-таки вот эту корочку срезать. Это нежно-бежевое безе. И это слегка зеленоватая фейхуа. Рождает у меня некоторые ассоциации, связанные даже, может быть, не с пищей. А с пищей богов. С волшебной францией. С какими-то фантазиями, связанными с фантазиями любого нормального мужчины. Я недооценивал Александра. И на сегодняшний заключительный вечер я понял, насколько он действительно раскрылся. И как соперник показал себя с самой сильной стороны. Эмилия, я вижу, что фейхуа тебе точно понравился, ибо его у тебя на тарелке нет. И понимаешь, что много сладкого ты не ешь, но все-таки как безе. Дело не в сладком. Дело в том, что фейхуа я правда безумно люблю. Что касается безе, если в скором времени буду открывать свою фабрику по приготовлению безе, возьму тебя главным поваром, если придешь. Я не очень люблю безе, я больше люблю суфле. Я съела с большим удовольствием, но мне хватило одной штучки.